А в Маргаушском районе продолжают обсуждать с перспективы строительства китайского агропарка. Сегодня с местными жителями и инвесторами встретились вице-премьеры правительства Владимир Аврелькин и Сергей Артамунов. Вот как нам прокомментировал ситуацию министр сельского хозяйства республики. Понятно, рабочий день, народу не так было много. Мы еще будем встречаться и в выходные дни, и по вечерам, когда основная масса народа уже находится в деревне. Обстоятельный разговор все равно состоялся. Мы услышали мнение населения, мнение староста деревни. Вообще любое начинание, даже перевод земельного участка и земель промышленности, земли сельского хозяйства или под жилую застройку, или земли сельского хозяйства под жилую застройку, включение земельных участков в границы населенного пункта. И все такие моменты оформительские, они должны всегда проходить согласие населения. Это самое главное. Глава республики ставит такую задачу, что любая инициатива должна исходить от населения. То есть дороги должны строиться там, где просит население. Тротуары должны строиться там, где просит население. И земли переводиться под жилую застройку в том числе тоже должны делаться с населением. Хотя перевели сельхозугодие под земли строительства, были проведены публичные слушания, есть документы, земли на самом деле были переведены. Но, к сожалению, население, не все об этом, к сожалению, знали. Основные возмущения вот были именно, начинались оттуда. После встречи с местными жителями вице-премьера договорились собрать инициативную группу. С ее представителями будут обсуждать все детали реализации. В любом случае, отмечает министр сельского хозяйства, необходимо взвесить все за и против строительства агропарка. Конечно, плохо было слышать, что многие говорили. Мы без, нам всего хватает, молока, мяса, зерна. Нам никакое производство не нужно. Конечно, это не перспективно. Мы сами смотрим, наблюдаем, как молодежь уезжает. Сами жалуемся, что многие уезжают на заработки, негде работать. В то же время, говорим, нам ничего не нужно. Это как-то, во-первых, не перспективно. Мы не думаем только о своем поколении, значит, ни о будущем, ни о молодежи. Какой-то лишний страх непонятный. Конечно, так нельзя. И нельзя думать только за себя, только за свою деревню. Надо рассматривать, подходить ко всему комплексно, учитывая интересы Чувашской республики и всего населения Чувашской республики. И мы должны, основная задача, которую глава перед нами ставит, все национальности, которые живут на территории Чувашской республики, их всего 128, с приезжими студентами еще больше, мы для всех должны создавать равные, одинаковые условия. Продолжение следует...